ты как ведешь себя как дурак ну ты хочешь чтоб я сидел с тобой на серьезной ночи разговаривал деньги есть есть друзья да полная песочница человек без мечты жить не не может существовать мои самые счастливые дни когда была мама здоровая только я об этом не знал поверь мне я знаю что такое голод когда нет даже нету крошки хлеба а сколько этому дому лет ты еще и екатерина строила екатерининских времен да с ума сойти ухо варик давайте не друзья всем привет с вами канал вася на сене меня зовут сергей если кто-то не знает сегодняшний выпуск получился спонтанно абсолютно не запланированная ехал по одной отдаленной деревне мы возвращались с природы вместе с сыном немножечко заплутали то что связь там вообще практически не ловила в этой деревне и я просто остановился возле одного дома для того чтобы спросить как нам выехать на главную улицу и дом был очень старый практически разбитый я звонил в звонок на калитке мне никто не открыл я услышал сзади голос молодой человеком чем-то помочь и обернулся и увидел нашего сегодняшнего героя так как я спешил долго пообщаться с ним не смог я уехал но потом решил вернуться и узнать как он живет что происходит в его семье и честно скажу приехал я не зря в общем не буду долго рассказывать сейчас вы сами все увидите единственное очень хочу вас попросить подписаться на наш канал подписаться на моей соцсети потому что все это помогает нам продвижение всю информацию вы можете найти в описании также если вам нравится то что мы делаем вы всегда можете нас поддержать вся информация в описании ваша поддержка для нас очень важно вон дом руслана что друзья вернулся просто пообщаться с русланом узнать как живет его мама чем они нуждаются потому что в прошлый раз честно скажу меня очень тронула эта история история с матерью смотрите какой дом а вот домик русла маленький субботник субботник не был подход на рыбалку сходил знаешь но смотри как у тебя зато спичечки лежат так довольно красиво все все аккуратно свечечка у тебя классе у меня сколько кремов я на работу какая иду я с утра помажу кремом а чё машка спину спину у тебя работа сложная да то есть не только раз попадался где обманывают у меня есть принцип если меня один раз обманули я больше на это работать не иду вот мне до сих пор еще деньги выплачивают то есть потрудился от тебя до да это ну и я тиск пойдем пойдем у меня сейчас две руки две ноги голова работа я вот на доме все сам сделаете слушай да сейчас расскажите дам просто петличку микрофон расскажешь и ладно друзья это важно наконец-то мой курс готов и вы можете им пользоваться я всегда хотел создать что-то важное и полезное для людей я уверен на сто процентов у меня это получилось этому делу я посвятил долгие годы с детства у меня очень часто болела голова и я перепил море цитрамона прошел кучу обследований но ничего не нашли сказали сосудистая дистония и все потом травма спины лет в 25 грыжи несколько протрузий я не мог даже на пятый этаж сумка из магазина зайти и все это продолжалось долгое время пока я не разработал вместе со своим тренером программу тренировок для спины и шеи после двух месяцев занятий у меня просто пропали боли в спине и через некоторое время я просто понял что я больше не хожу в аптеку за цитрамоном головные боли ушли на нет и я до сих пор уже на протяжении девяти лет занимаюсь по этой системе каждое утро по 15-20 минут эти упражнения подойдут абсолютно всем будь вы профессиональный спортсмен или пенсионер к тому же для тренировок вам не понадобится ничего кроме своего тела и 20 минут вашего времени я уверен что после этих тренировок вы станете лучше чувствовать ваше тело вы станете сильнее моторика улучшится нейромышечная связь тоже улучшится вы станете по-другому ходить бегать стоять и сидеть вы станете цельным стержнем от пяток до затылка также крайне важные упражнения для кровообращения в малом тазу для мужчин а для детей я считаю эти упражнения необходимыми для формирования правильной осанки именно по этой системе я начал заниматься с сыном с трех с половиной лет мне было очень слабая спина и неправильная осанка а теперь вы видите сами эта система проверена на мне и моем сыне и вы видите реальный результат они мифические обещания также в моем курсе есть система питания которая позволит вам сбросить лишний вес оставив лишь мышечную массу так питаюсь я и вся моя семья благодаря именно этой системе питания я без труда нахожусь в данной физической форме уже долгие годы опять же друзья вы видите конкретный результат они просто слова людей которые не имеют к спорту и здоровому питанию никакого отношения очень многие ждали этого курса и спрашивали когда он будет друзья он уже полностью готов вы можете приобрести под этим видео пройдя по ссылке в описании сделайте себе подарок и купите себе и своим близким здоровье на долгие годы благодарю вас за внимание друзья это небольшая деревня до получается поселок поселок ну да и сколько здесь народу ну сколько тут учет мира 20 20 человек плюс-минус где-то да она города сколько здесь ехать до ближайшего 12 километров 12 километров поселка городского типа понял руслан расскажи как долго ты здесь живешь ну живу про всю жизнь почему меня тут держит ну мама была заболевшая такими заболеваниями которые не каждый переносит ну и быть поближе к ней но как бы помочь в трудную минуту там и так далее ну как мама есть мама конечно мама она одна и на всю жизнь как говорится да поддержка что мне что и мне есть сестра мне есть еще бабушка есть папа и они у меня все разбросаны там там слушая папа с вами не живет давно уже с трех лет с трех лет я даже не знаю ну я знаю что у папы с 16 августа день рождения ну и вообще вот пока мне мама не скажет поздравить батьку я его никогда не знаю ну я тебе скажу я не знаю что такого папа мне тоже говорит хочу у тебя нету детей но ведь и молодой у тебя ну на 10 девчонку я говорю шо я этому ребенку дам вот скажи так ну как бы пойти на гулять и пусть он где-то там на стороне растет живет но это тоже неправильно конечно ну конечно то есть ты бы хотел до иметь детей конечно а кто бы не хотел бы но на себя жутят сын да я видел да да сколько ему 10 конечно хорошо и дочка но отмеса меня вот племянник есть но от брата межбрат умер но ну уже три года когда вот племянник ну это же так как родная душа но своего то все равно хочет чтобы кого не подзатыльник дать знают ну да у меня такого детства как бы не было и и вот я вам просто пример беру что что как вот я жил да и вот ну что вот ну я маму видел только он вам говорил она нас видела только когда мы спим она приезжала с работаем и спим она уезжала на работу мы спим то есть ли за сестрой когда ребенком ухаживая на какому я не знаю если можно выразиться близкому человеку ты больше всего вот прикипел где из родных до из родных бабушки бабушку одну сюда мне бабушка воспиталась детства вот тогда вот еще маленький был мамка тоже там работает батька как но это паба паба по батьками линии бабушка так что бабушка вот мел ну более-менее так воспитала скажем да вот то что вот какой стержень сейчас есть внутри это ну какая-то часть улицы воспитала ну это уже там да по взросле а так с молодости а об отце все-таки какие-то воспоминания есть тут он как-то участвовал в твоей жизни там таких особых нету да а ты пробовал как с ним вот сейчас у меня батька был водитель я раньше ну маленький был когда после школы приходил мне нравилось батька ездить на этих машинах нет сколько было двенадцать лет я его на горбу тащил до бабушки шо он вообще в лыка не вязал пьяный в 12 лет и утащил вот такие воспоминания ну что тут хорошего что тут помнить ну говорит что-то вот гну некоторые ты как ведешь себя как дурак я говорю почему ну у тебя все хи хи ха ха я говорю ну так мне так легче жить ну ты хочешь чтоб я сидел с тобой на серьезной ночи разговаривал я говорю ну это ну это не разговор это да можем поругаться там начну на серьезной ноте как а так разговор за беседой ну хи хи ха ха тоже должно присутствовать а не так вот давай мы посидим поговорим и разбежимся на грусти да 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 я так легче просто я такой я не притворяюсь там но не подстраиваюсь я такой какое есть ну конечно конечно у меня рядом речка вот вчера сходили поймала дети сейчас покажу вот я вот сделал у меня сосед поймал две щуки вот это на 9 килограмм угу это кто сделка я сам ты сам класс но это еще ты меня знаешь как тут в деревне называют кулибин то что я из всего делаю смотри что я придумал а вторую мне подарил на три килограмма я из нее котлеты сделал и думаю ну куда мне эту маленькую голову присобачить не смотри как я присобачиваю ничего себе сам сделал до светильник такой круто друзья здесь есть тут наверное муж кем можно общаться два человека все остальные такие что на что финансовые отношения так скажем деньги есть есть друзья до полная песочница да а так вот ну а так никого да ну такое время так хорошо бы до друга иметь такого куда надежного были ну был такой знаешь ну тоже как говорится весь вышел понятно что бы ты хотел сказать людям о себе вот какой то какое ну просто я такой какой и есть ну а людям бы что хотел такое послание передать ну я бы хотел чтоб люди чаще улыбались и мне и всем окружающим потому что улыбка тоже много чего значит чем ты будешь ходить уныло и скажешь привет или скажешь здрасте да я ваша тетя ну уже приятнее будет согласись да конечно улыбка тоже много чего стоит даже даже тому же продавцу в магазине ты заходишь спасибо я всегда спасибо пожалуйста хорошего дня и она уже видно у него хоть улыбка поднимать у нас тут бабушка в магазине страна когда я захожу она уже сразу и да уже смеется ну когда даришь человеку позитивные эмоции самому легче хорошо живет конечно ты же ты же как бы подпитываешься да да раз и живет бумеранг идет этот бумеранг вот так же сам как я тебе привел мы посидим с тобой тут ты уйдешь от меня такой кислый загруз я да и я уйду вот часто уедешь у меня уже там подсознание возьму грабли буду убирать и уже знаешь подсознательно буду перекручивать эти моменты там вспоминать уже с улыбкой а вот без этого правильно в себе это не накапливает разрушает до 3 в основном по работе что тебе что тебе больше нравится делать что ты можешь почти все ну в зависимости конечно но ну ну вот сейчас научился крышу ложить окна вставлять вот но не главное понять смысл работы как она правильно делается ну да тех понять дать и технику понять технику и все я потом уже может быть с первого раза у меня там чуть-чуть кривовато получится да ну я потом посижу как говорится по кубатуре чуть-чуть переделаю поставлю все ровно так по большому счету я самолучка хотел бы конечно чтобы у меня была постоянная работа стабильная без всяких таких этих заморочек но потому что ну да в деревне у нас ну временные заработки как говорится халтурки вот сейчас вот я сегодня если ты не приехал мне надо было уже идти смотреть там попросил сосед канаву выкопать и забор поставить так что ну я я по большому счету берусь за любую работу только единственное что люди не хотят деньги платить скажи а мечта есть какая-нибудь у тебя человек без мечты жить не не может существовать как говорится конечно есть маме на зиму утеплить как говорится сапоги купить хорошие до куртку теплую одеяло плед ну конечно но зима то впереди а у нее какое отопление печка тоже печка тоже печка да расскажи вот какие самые счастливы счастливые дни в твоей жизни вы не самые счастливые дни когда была мама здорово все было хорошо благополучно без всяких вот таких ну стрессов как говорится в жизни вот это было самое счастливое только я об этом не знал мама инвалидность пенсии до пенсии но она и работает она сейчас ночной смены приехал она дежурит там где этот парк большое здание там это школа типа там кружки всякие булоке борьба там спортивные кружки вот и она там до дежурит как сторож до на вахте я вот маму встречаю да у нас с утра вечером уезжает на работу и с утра приезжать ты почему это и и встречаешься время ну еще легче было нести сумки она там да ну продукты собаки кости знаешь там такое слушая мамы к тебе как относится ну по-разному так скажем да вот у меня единственный человек который меня понимает и всегда поддерживает это бабушка он даже вот иногда бывает там ну мама с бабушкой общается и я с бабушкой ну а бабушки сколько лет 41 года получается 82 82 будет и вот она ну как бабушка меня всегда по я у нее самый любимый внук как говорится да мне вот сейчас мама тоже делает ремонт у себя там я и помогаю только что-то там перенести там но такое физическое шопе ну не мимо обои там она это все делает сама потому что ну да она мне всегда что ремонт и я может быть и от нее тоже научился так чуть-чуть это слушай а ты вот сказал что для мамы да ты хочешь там вот это это одеяло отыскал ботинки куртка куртка до теплая для себя я смотрю тебя кроссовки уже такие но это рабочие это рабочие на себе бы ты хотела ну не знаю ну конечно хотел бы до дом большой машина до жену и пять детей ну как бы это все бы того ну конечно хотел ну теплые вещи как бы ну вот тоже не помешали бы потому что вроде обещают зима холодная будет я тут купил себе ботинки но теплый на зиму пошел на работу как переодевался поставил около печки их они и всего города я просто нету такой возможности поехать и купить эти вещи но конечно я первым делом думаю что чтоб у тебя что-то было поесть да потом уже все остальное как у меня у меня батон хлеба лежит еще с первого октября пол батона хлеба я хлеб дома вообще не он мне только нужен на работу бутерброды потому что хватает на работе эти бутерброды что ты больше всего любишь и чё ты давно не ел допустим чем-то хотел я не гурман не гурман да на какую сумму ты живешь месяц вот вообще нету конкретно такой же не туда нет бывало что вот и есть нечего-то по два дня не кушал бывало конечно я я знаю что так вот мне тоже гости тут приходят я всегда вот кушать там есть что ну хочешь поесть там вот и юрка вот приходит он рыбак он частенько может в два часа ночи завалится с рыбалки то это ну там показать свой улов знаешь ну посидим потрещим я знаю что с речки приходишь во-первых холодно замерзший я говорю кушать хочешь ну я люблю готовить мне очень нравится готовить дем углы блин руслан не сочтешь за наглость я бы что а можно еще добавки я буду без проблем когда есть у меня ну я всегда делюсь ну явно я я знаю что такое голод поверь мне я знаю что такой голод когда нет даже нету крошки хлеба ну да это конечно не очень то есть особо суммы нет иногда даже вообще это нечего есть вот крышу думал в прошлом году поменять зарплату не дали все денег и сам мангал сделал сам вижу и скворечник у тебя смотри какой красивый скворечник тоже сам я не у соседа делал там ремонт ну а не там осталось что-то крышу сам да додел ну додел да она протекала там задел кое-как как говорится своими силами понял а мама спит да и у нее тем более там она сейчас ремонтом делает ну понятно хоть покажешь как вообще живет ну пишет мама краску купила там вот насколько хватило на 4 окна покрасить окна покрасила слушай здесь очень холодно цели крышу так тут дом дома тогда сталинский тут стены такие здоровые ну ради мамы живет там наверху на втором этаже она спит сейчас конечно после ночи все после ночи спит она пришла с работы мы с ней потом познакомимся ладно ну это это я называю мой отрезвитель как когда летом жарко да здесь так прохладно как весь прохладно да но сейчас здесь как на улице один но нет сейчас ветра нету сквозняка таком да конечно все это считай заброшенный дом так вот и не заброшен ну да ну нет изначально он видишь тут тут уже начиналось тут должна была быть ванна туалет и но все это были про проекты какие-то и потом от васька как умер но кому это делать это мамин да сажите потом вот сын приехал его он говорит я говорю давай финансово помогай я этот дом подниму сделаю там кое-как потихоньку своими силами но просто нужны финансы и как бы ну нам с мамой да будильник мой слушай а вода здесь ослан как вы живете как вы живете с мамой вода так как ну в одном вот с колодца в колодце да ну вот шланг насос туалет как ну туалет вот тут а такой занят канализации по машину я мы сейчас буду проводить маме трубу но у меня как ну иди сюда раньше как мама тут жила она ведь ведро с водой знаешь вверх вниз таскал вот я придумал пока вот денег не был шланг провел шланг чтобы есть с раковины не таскать эти ведра сейчас буду трубы канализацию это ты заготовил дрова да ну это навозил молодец ну как а сколько этому дому лет тысячи екатерина строила с екатерининских времен да с ума сойти с екатерининских времен вот видишь работал на на каком-то заводе ну бредка осталось ну чтобы за чуть-чуть туда ты собрал да сейчас покажу тебе как у меня собака живет только не байки боися да да ладно я не пойду боишься да я не любить ухо варик давайте никуда пошел да такой нету не кустит не я знаю но я лучше подача сейчас здесь тебя собака до получать здесь собака отдельная комната для собаки ну правильно он лишь у тебя все аккуратненько но и всему свое место да он шушу мундрик шушу мундрик что ты боишься ремонт просто ну она даже я бабушку хотел привести на мамку на 60 лет мама говорит нет нет не надо у меня ремонт идет ну тут все это бывает васька все слова у него такие грандиозные планы тут были ну я вот на сериал был тоже один мучился ну хотя бы так визуруют утеплили да все ну это даже в сквозняка не был не это вот здесь вот тоже ну вот эту стенку утеплил двойную душу и не дуло понял потому что то есть с этого дома столько мусора увез да конечно ну тут хлам тут как я когда сюда приехал тут вообще такой караул был нигде дверей не было ну теперь осталось купить одеяло ну теплая добра друзья в общем все закупились здесь продукты куртки ботинки комплект постельного белья одеяло в общем все необходимое для руслана его мамы продуктов я думаю хватит ну минимум на месяц я тебя хочу привез руслан спасибо куда мне ну давай доедем до дома я быстренько доедем давай давай я руслан искал что кое-что привез ему он сейчас пойдет за просится мы поедем к нему до дома я вам куртку купил я не знаю вам должна подойти размеры мира он вас описал пример и ботиночки и ботиночки все равно теплые ну тут вот ваш размер 37 далки подойдут не спасибо большое сейчас поеду нормально 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 как надо размер 42 отлично спасибо да не за что не за что не за что дай Бог вам здоровье вы тут 12? жена а дяд есть? да сын его дочка родилась буквально пять месяцев назад ну он маленький ну он маленький он все сам согласен ах да друзья большое спасибо что смотрели этот сюжет я очень хочу вас попросить подписаться на мои соцсети подписаться на телеграм-канал инстаграм а также если вы еще не подписаны на наш канал пожалуйста подпишитесь это огромная помощь для нас и конечно же делайте репост этой истории все это помогает нам в продвижении большое спасибо друзья что смотрели всем крепкого здоровья и увидимся в следующем выпуске 0 е1 0 0 0 0